Александр Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. Вы в Омске как минимум в двух ипостасях, не только как председатель Олимпийского комитета России, но еще и как номер один регионального списка партии «Единая Россия». Четыре созыва подряд вы работали в Думе, избирались от Москвы, родной для вас Преображенский округ, потом был перерыв для работы в правительстве, шестой созыв – это Калининградская область, ну а в седьмой идете уже от нашей региональной группы – Новосибирская и Омская область. Позвольте полюбопытствовать, с чем связано такое стремление к перемене места? Ну, действительно, я в первых четырех домах избирался по Москве, по одному и тому же одномандатному округу, в общем-то, мне, конечно, очень хорошо знакомы все проблемы, московские и так далее. Ну, потом уже в предыдущем созыве партия меня направила в Калининградскую область, регион непростой, но очень интересный, своеобразный, думаю, что немало удалось сделать за время этого созыва. Ну, а сейчас вот решение партии было мне отправиться сюда, в Сибирь, на два, ну, праймерис были в Новосибирске, а теперь наша седьмая региональная группа включает в себя и Новосибирск, и Омск. Для меня это, в общем-то, очень интересный регион, меня Сибирь вообще-то всегда очень сильно интересовала, и когда я в правительстве работал, много занимался вопросами, связанными в том числе с Сибирью, региональными вопросами, социально-экономическими вопросами, вот, и мне кажется, что это очень интересный перспективный регион. То, что происходит вокруг наших спортсменов, преимущественно легкоатлетов, допинговые скандалы, как Вы считаете, это исключительно политическое явление, как бы, происки наших западных партнеров, как это принято говорить, которые, как ни крути, все-таки контролируют международные организации, связанные с допинг-контролем, либо все же нет дыма без огня, либо эти претензии к нам каким-то образом обоснованы? Ну, то, что достаточно большое количество случаев применения допинга у российских легкоатлетов было выявлено, это факт, и здесь с этим трудно спорить, и многие наши легкоатлеты дисквалифицированы в связи с этим. Борьба с допингом нужна, необходима, и нужно, безусловно, очищать спорт мировой и российский тоже от этой проблемы. Ну, конечно, наказаны должны быть только те, кто каким-то образом нарушал антидопинговые правила, и, конечно, ни в коем случае не должны быть наказаны те, кто никогда не применял допинг, то есть чистые спортсмены не должны страдать из-за этого. И в этом суть наших разногласий с Международной Федерацией Легкой Атлетики, которая приняла решение о том, что вообще российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях, пока не будет восстановлена в правах Российской Федерации Легкой Атлетики. На наш взгляд, это решение абсолютно несправедливое. Я в этом заявил и на саммите Международного Олимпийского комитета, и сейчас Олимпийский комитет России вместе с 68 нашими легкоатлетами, которые уже прошли отбор на Олимпийские игры, которые никогда не были замечены. В том числе прошли большое количество проб антидопинговых, которые все дали отрицательный результат, и вместе с Олимпийским комитетом мы подали иск в Международный спортивный суд, который будет в ближайшее время рассматривать это дело. Я надеюсь, что примет справедливое решение в пользу наших легкоатлетов. Вы знаете, многие мои коллеги, порой не только спортивные журналисты, но и те, кто занимается другими темами, высказываются в том смысле, что современный спорт вообще невозможен без некой фармакологической поддержки, вот этих костылей. Что, дескать, возможности чистого спортсмена по установлению рекордов, они еще там 56-60 лет назад исчерпаны, и, может быть, действительно уже перестать огород городить, а проводить состязания, в том числе и мировые, и олимпийские, в двух лигах. То есть, вот ребята, которые занимаются фармподдержкой, а вот абсолютно чистые спортсмены. У них рекорды, соответственно, разные. И не будет никаких поводов ломать. Во-первых, здесь надо четко разделять фармакологическую поддержку в пределах допустимого. Да, ну то есть, говорим фармподдержку, подразумеваем домик. Не-не-не, вот не надо подразумевать под тем, что разрешено, то, что запрещено. Потому что, конечно же, сегодня спортивная медицина – это одна из главных составляющих успеха спортсмена. Потому что нагрузки действительно настолько велики, и тренировочные нагрузки, нагрузки соревновательные, что без правильной спортивной медицины, без правильных восстановительных процедур, и в том числе медицинских препаратов, которые разрешены, конечно, спортсмену очень трудно. Но есть абсолютно четкая грань между тем, что разрешено, и тем, что запрещено. Все, что запрещено, находит свое отражение в списках запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов. И вот здесь абсолютно ошибочное мнение о том, что якобы спортсмен не может добиваться высоких результатов, не пользуясь запрещенными препаратами. Это не просто ошибочное, а сегодня это уже преступное, я бы сказал, мнение. Потому что сейчас и Государственной Думой принят законопроект, правда, в первом чтении, об уголовной ответственности тех, кто подсаживает спортсменов на допинг, я бы так сказал. Это касается и специалистов, и тренеров, особенно когда речь идет о юношеском детском спорте. Не могу не вспомнить скандал вокруг проигрыша футбольной сборной, он продолжает раскручиваться на этой неделе. Бог уже с ним с шампанским, бог с ним там с этим загулом в ресторане, но волнует-то, в общем, другое. Понятно, что дело не в этих ребятах, которые там немножко погуляли, да, а в том, что наш футбол не имеет вот той вот мощной низовой поддержки, той селекции, которая была раньше. Так же, как и многие другие виды спорта, в том числе игровые. Способно ли государство изменить ситуацию? Ведь корень проблемы в том, что заниматься спортом стоит денег, и это порой достаточно дорого. Знаете, если говорить о вот самой пирамиде, да, вы совершенно правы, что хорошие спортсмены, они вырастают и в сельской местности, и в деревне, и где угодно. Главное его заметить. Нет, во-первых, надо, чтобы была нормальная инфраструктура спортивная. Вот сейчас, например, на федеральном уровне по инициативе «Единой России» введена программа ремонта и строительства спортивных залов в сельских школах. Потому что в селе где заниматься спортом? Не только школьникам, но и вообще людям, которые там живут. Это, скорее всего, пришкольный стадион. Это очень важная вещь. И вот сельские игры, которые проходят, кстати, на прошлой неделе буквально я был в Новосибирске, аналогичные сельские игры. Из всех районов приезжают с семьями. Причем спортсмены разного уровня. Там есть и мастера спорта, и чемпионы мира по армрестлингу, по гиревому спорту. А есть просто семьи, которые любят заниматься спортом. Там бегают, они прыгают, перетягивают канат и так далее. Но для того, чтобы они могли этим заниматься, обязательно должна быть спортивная инфраструктура. Поэтому нужно больше спортивных площадок, больше стадионов и так далее. Нужно, чтобы детско-юношеские школы, которые, слава богу, сохранились, хотя в 90-е годы очень большие проблемы были с финансированием. Тренеры детские практически гроши получали, очень многие ушли. Тем не менее, сейчас идет процесс восстановления. То, что без хорошего тренера, который начинает тренировать этого же футболиста или баскетболиста с шести-семи лет, а может быть даже раньше сейчас, он не вырастет великого футболиста. Мне кажется, что это движение и есть сейчас по всей стране. Ну что ж, спасибо, что пришли. Это была тема дня, но подробное интервью с первым вице-спикером Государственной Думы Александром Жуковым смотрите завтра в программе «Акценты недели». Всего доброго.